Президент России Владимир Путин открыл Ржевский мемориал советскому солдату. Торжественная церемония состоялась в Тверской области во вторник, 30 июня. В открытии грандиозного комплекса приняли участие президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота, помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский и другие почетные гости. На месте работала съемочная группа нашего телеканала. Год и пять месяцев. Именно столько потребовалось для того, чтобы Ржевский мемориал превратился из эскиза на бумаге в самое масштабное увековечение подвига героев, погибших в сражениях на этой земле в 1942-43 годах. Решение о возведении принадлежало ветеранам Тверской области, которое сначала поддержал Игорь Руденя, а затем Министерство культуры России и лично президент Владимир Путин, который прибыл в Ржевский район, чтобы поприсутствовать на церемонии открытия мемориала. На торжественной части глава государства поблагодарил всех, кто принимал участие в создании комплекса, а также поисковиков, которые возвращают имена бойцов. Это движение активно развивается и на Тверской земле. Владимир Путин подчеркнул, Ржевский мемориал – это еще один символ общей памяти, преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя и освободителя. Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто сражался здесь, в полях под Оржевом, всем, кто, не щадя себя, защищал Отечество, пожертвовал жизнью ради великой победы. Ожесточенные, изнуряющие, отчаянные сражения шли в этих местах долгие месяцы. Борьба велась за каждую рощу, пригорок, за каждый метр земли. Погибли, были ранены, пропали без вести более 1 миллиона 300 тысяч человек. Значение этой затяжной кровопролитной битвы в победе советского народа над нацизмом огромно. Бои под Оржевом шаг за шагом, день за днем приближали триумфальный исход Сталинградского сражения. Долгожданный прорыв блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии, Украины, Прибалтики. Тот самый окончательный, решительный перелом в ходе всей Второй мировой войны. Вместе с президентом России на открытие прибыла глава Республики Беларусь Александр Лукашенко. В своем ответном слове он выразил уверенность, что мемориал советскому солдату под Оржевом всегда будет не только символом нерушимой дружбы между Россией и Белоруссией, но и местом, где будущие потомки прославленных победителей будут чтить память погибших солдат. Здесь горела земля, плавился камень и крошилась броня. Но не сдавался советский солдат. Умирал, но стоял насмерть. Сотни тысяч героев полегли под Оржевом. И для каждого из них это была последняя пять родной земли, его земли. Сегодня мы открываем памятник воинам, среди которых были представители всех народов Советского Союза. Мы отдаем им свой сыновий долг, долг святой памяти. И пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем. Мы избежим этой страшной трагедии. И как только мы забудем дорогу к этим святым местам, мы обязательно будем воевать. Почетными гостями церемонии открытия стали ветераны Великой Отечественной войны. Для таких героев, как Евгений Степанович Книга, который воевал под Оржевом, это не просто мемориал. Это дань памяти тем солдатам, которые отдали свои жизни за освобождение всего Советского Союза. Поэтому Евгений Степанович активно принимал участие в создании монумента. Я его первый камень закладывал и выступал. И на поклонной горе отбирали из эскизов именно этот памятник. Он как-то был такой воздушный, такой вперед с крыльями. У меня есть сравнение. Я за время своей службы, потом уже после увольнения, на Сапангоре был памятник. И смотрел на Малахову Курганю, в Волгограде. И вот сопоставляя с нашим памятником, конечно, он по объему превосходит. Ну и по самой значимости, потому что он воздвигнут советскому солдату. Открытие этого памятника — это восстановление исторической справедливости, считает ветеран. Ржевская битва — одна из самых кровопролитных, но не самая успешная. Долгое время оставалось в тени других сражений Великой Отечественной. В учебниках истории в советское время про Ржев писали мало. Поэтому открытие такого мемориала, прославляющего подвиг советского народа именно на этой территории, — важный шаг к торжеству истории, считает помощник президента России Владимир Мединский. Ржев — это символ победы. Она ковалась здесь под Ржевом. Потом Красная Армия превратилась в непобедимую военную машину. Но строилась эта машина, отрабатывалась она здесь. И то, что наконец здесь возник, это грандиозный памятник и мемориал. И я скажу честно, мы планируем по возможности подумать о расширении этого памятного мемориального места. Мне кажется, это символично. Окрестные поля до сих пор как большая братская могила, усеяны телами павших бойцов. Каждый год поисковики поднимают все новых и новых солдат, чтобы похоронить их с почестями. Я когда был в этом поисковом лагере несколько лет назад, пока я встречался с поисковиками, рядом отрыли очередную братскую могилу в 10 метрах. Вот просто пока полтора часа с ним беседовал, сказал, посмотрите. И там вот такое свальное захоронение. Потому что не было времени хоронить. Вот вы зайдите в павильон, вы увидите там солдатский противогаз, пробитый 10 пулями сразу. Представьте себе, какая плотность огня была. Этот противогаз, как и некоторые другие предметы, найденные поисковиками, остаются здесь, в филиале Музея Победы. С помощью современного мультимедийного и акустического оборудования посетители полностью погружаются в атмосферу событий Великой Отечественной войны на Ржевско-Вяземском направлении. Также под стеклянным полом создана диорама, отображающая поисковые работы на поле боя. Сегодня мы еще обсуждали в музее, были приведены исторические факты, что 40 километров отсюда, в районе Погорелого городища, за год до Курска-Други, за год до сражения, в районе Погорелого городища было танковое сражение в августе 43-го года, где участвовало с двух сторон полторы тысячи танков. Это очень много операций, мероприятий, военных событий, которые происходили здесь и которые сейчас подлежат огласке, мы об этом говорили. И в период этих 17 месяцев обороны Ржева на участке от Вязьмы до Ржева всего за все это время воевало 7 миллионов человек с двух сторон. Это огромная операция была военная. Мы считаем, что сегодня восстанавливается дань исторической справедливости. Собирательный образ тех солдат, не вернувшихся с войны, отражает в себе главная фигура Ржевского мемориала. По задумке авторов проекта, центральная часть Ржевского мемориала — это советский солдат в развивающемся плаще и автоматом в руках. Его нижняя часть выполнена в виде летящих в небо журавлей. Благодаря этому памятник выглядит намного меньше и легче, чем он есть на самом деле. Например, его высота — 25 метров. Это как 12-этажный дом, а весит он чуть больше 80 тонн. Уникальность памятника в его воздушности. Добиться такого эффекта удалось за счет специального каркаса. Плащ солдата визуально как бы растворяется в журавлях. При этом вся конструкция опирается лишь на одного бронзового журавля, который весит почти тонну. Увидеть невероятный мемориальный комплекс жители Твери и гости региона могут уже 1 июля. Массовое посещение будет открыто с самого утра. Кроме туристов, к ржевскому солдату планируют привлекать и молодое поколение верхневожцев. Правительство Тверской области планирует включить посещение ржевского мемориала в число рекомендованных экскурсий для школьников старших классов нашего региона. Разработан туристический маршрут «Земля воинской славы», предусматривающий посещение воинских захоронений и мемориальных комплексов Ржевского и Зубцовского районов Тверской области.